Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, рассматривая отрывок книга «Исход», 6 глава, 26-27 стих, мы зададимся вопросом, участвовал ли в написании этих стихов Моисей или, может быть, кто-то другой. В чем проблема? Проблема заключается в том, что поминание Моисея и Аарона в 26-27 стихе дается в третьем лице. Например, «Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь». Или «Они-то говорили фараону». Как же Моисей может быть автором пятикнижия, если здесь не говорится от первого лица, а излагается ситуация в третьем лице? Чтобы разобраться с этим внешним противоречием, мы должны обратить внимание на Новый Завет. Это второе послание апостола Петра, 1 глава, 21 стих. Здесь сказано следующее. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимые Духом Святым». Что значит «будучи движимые Духом Святым»? Вот что пишет Иларий Арский, это его трактат на семь кафолических посланий. «Петр предостерегает, чтобы мы не рассматривали пророчество главным образом, исходя из места, времени и личности пророков, как если бы это были создания человеческого разума, но чтобы мы полагались на ясное изъявление Духа Божия» в этих словах. Симеон Новый Богослов в своем катехизисе пишет. «Видите, что это не я, чрезвычайное и великое, говорю в вашей любви, но Святой Дух, говорящий в нас. Это и Петр, первоверховный апостол, засвидетельствовал, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекли его святые божьи человеки, будучи движимые Духом Святым. «Ибо хотя мы ничтожны и недостойны, далеки от всякой святыни и от святых людей Божьих, но мы не можем отрицать дара, дарованного нам от Бога». Поэтому не надо удивляться, что в Пятикнижии Моисея есть подобные тексты. И не надо удивляться и тому, что в Пятикнижии Моисея Моисей записал и о своей собственной смерти, где и как она произошла. Это работа Духа Святаго. А эти люди, пророки и апостолы, евангелисты, они все были движимы Духом Святым. Почему важно нам рассматривать такие места? Потому что очень часто безбожники, атеисты или еретики, представители других религий, которые не признают наше Писание, они изыскивают подобные как бы противоречия, вставят их на вид духовно слабым людям и показывают, как же это слово Божие, говорят они, если здесь столько несовпадений. И для нас очень важно дать отчет о нашем уповании с надлежащей кротостью. Не отмахиваться, не отвечать бранью на сложные вопросы, а отвечать по сути дела. Я вас сразу сориентирую, вы можете использовать книгу «Согласование евангелистов», это «Блаженный Августин». Также заглядывать в толковую Библию преемников Лопухина, там вы тоже найдете разбор сложных мест. Или обращаться вот к тому материалу, который мы собираем здесь, на библейском портале «Экзагет» по разным недоуменным вопросам, чтобы с Божьей помощью их разрешать. Подписывайтесь на библейский портал «Экзагет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok